ПЕСНЯ Фестиваль домотканных ковров Килим-Карафлоры впервые прошел в селе Гайдара Чудрунского района. Всех приглашенных, гостеприимные хозяева встречали на окраине села. Ждем еще гостей, пока еще не все приехали, надеемся, что приедут, ждем сейчас Башкана, ковры уже развещаны. Очень много встретили из сел, с Казаклии, с Бежгиоза, мы встретили, с Кишинева приезжали. Гайдары всегда испокон веков славились своими коврами. Ребята старались брать девушек замуж с Гайдар, потому что приданное было хорошие ковры. Раньше это ценилось. Они решили это возродить. И теперь фестиваль ковров будет в Гайдарах. Я намерен, честно, я взял с собой деньги, я намерен купить два ковра. 57 народных мастеров выставили ковровые изделия разных исторических времен и даже эпох. И у каждого из них была своя история. Это ткали в Тамае. Были глухонемые сестры. Я нашла их, есть семья, сохранилась. И как семья была состоятельная, они сама бабушка не ткала, а заказали на заказ. Там сделали. И она делала приданное для дочери, готовила. Этот ковер 1962 года. Он принадлежал моей сестре и входил в набор ее приданного. Это старинный ковер. На выставке было представлено много уникальных работ, которые сохранились у гайдарцев с советских времен, когда ковроткачество было основным заработком в селе. Но среди представленных изделий есть и самые старые, которым 118 лет. Эти ковры домотканные. Они сначала ткались, потом вышивались. Эта работа выполнена бабушкой Келиш Елизаветы. Ну, я думаю, что это самый старый ковер, который сохранен. Его ткали невесты перед тем, как ехать на фаэтоне, как раньше это делалось, на свадьбу для венчания. Победителю в качестве главного приза выделяется вознаграждение в 3000 леев. Поэтому жюри очень тщательно рассматривает каждое изделие. Значит, оригинальность, качество, качество работы, рисунок, натуральность пряжи. Вот это основные. Идея возрождения ковроткачества, как национальную традицию, поддержали не только местные власти, но и чиновники автономии. Высокопоставленные гости внесли первый вклад в копилку народных умельцев. За сколько отдадите? Не знаю. Добавьте еще 100, чтобы было 600. 600? Тогда договорились. Дайте руку. 600 леев я купил вот этот ковер. Он мне понравился. Он в себе имеет сочетание нескольких моментов, связанных с традиционной гагаузской целью. Ну давайте 3,5. Ковер я у себя дома лично поставлю, чтобы мои внуки, дети видели работу наших гагаузских мастеров. Это незабываемые вещи. Я горжусь, что у нас в этом селе не забыли еще свой промысел. Доброму почину широкие крылья пожелали приглашенные на праздник народные избранники. Необходимость возрождения традиций гагаузского народа. И одним из материальных таких выражений является ковер-качество. Это одна сторона, другая сторона и экономическая сторона. Гайдарцы всегда использовали эту возможность. Не знаю, станет ли это предметом предпринимательства. Хотя, вы знаете, на мировом рынке изделия, в котором применяется ручной труд, ценится очень дорого. Потому что человек, сделав такой ковер, он вкладывает в него свою душу. Но то, что в Гайдарах сорганизовали вот именно такой красивый фестиваль, это очень отрадно. Потому что все-таки Гайдары всегда славились тем, что здесь ткались ковры, а именно рукодельницы в основном были отсюда. И самые лучшие ковры, насколько я помню, сюда увозили в Одессу и продавали, и люди этим зарабатывали. Фестиваль домотканных ковров Килим-Карафлоры прошел в селе Гайдар в день храма, который отмечается ежегодно 28 августа.